Всем привет, я барабанщик группы Define И сегодня мы поговорим о таких вещах, как малый барабан Который я использую во время репетиций Тарелки, палочки и свою педаль Поехали Сейчас я вам расскажу про малый барабан Который я относительно недавно себе приобрел Вот такой называется Tama Superstar Hyperdrug Это кленовый барабан Он из шестислойного плена Толщиной в 5 мм Он идет под лаком Красный цвет у него Фурнитура у него литые обода Цвет черный никель Какой апгрейд сделал я своему малому барабану? Я поставил дополнительно сюда Тамовские шайбы Получается, с одной стороны они железные С другой стороны они прорезиненные Что это дает? Благодаря этому Барабан лучше держит строй И меньше расстраивается Еще я докупил вот такую пружину Это пружина MAPEX Она на 42 струны Почему именно эта пружина? Потому что я люблю настраивать малый барабан Очень высоко Соответственно эта пружина не справляется С высоким строем И у нее пропадает атака Поэтому я остановился на вот такой пружине Которая дает мне более звонкий и шипящий звук По пластику Что я хочу сказать Пластик я купил RMO Это RMO Controlled Sound X Это однослойный пластик И у него усиленный центр Он дает теплый звук И легче его настраивать Ну из-за того, что он однослойный Я доволен своим выбором Этот барабан очень крутой У него шикарный звук И отличная атака Теперь я вам расскажу про тарелки Которые я использовал на протяжении всего своего творчества От начала и до конца Первые мои тарелки были Истанбул Это серия Alchemy ART Они были сделаны из B8 сплава Соответственно это 92% бронзы И 8% олова Что соответственно логично B8 Эти тарелки были ужасные Они звучали как кусок железа Это было даже хуже чем Sabian B8 Никому не советую И наверное их уже нет в производстве Я думаю Ну по крайней мере я не находил Это хорошие по сути тренировочные тарелки И не стоит их никуда дальше Своих тренировок вывозить Потому что звук у них просто ужасный Вторые тарелки Которые я жутко хотел поменять На свои старые Я остановился на Ziljan Это серия ZHT И в комплект входит Получается Medium Crash Вообще Medium Set Получается я покупал У них есть Rock Set И Light Set В комплект входит Crash 16 Уже кованые тарелки Получается входит Head 14 и 20 Ride Тарелки сделаны из B12 сплава уже Соответственно 12% Олова Что дает более лучший звук И качество тарелок Тарелками я был полностью доволен Но так как я ищу в поисках Каждый музыкант в поиске своего звука Я постоянно ищу что-то новое И теперь остановился на таких Крутых тарелках Как Arborea Это китайские тарелки Но это качественный Китай Не весь Китай Соответственно у нас есть Официальный дилер Запорожье Который занимается Доставкой тарелок Из Китая Ссылочку я вам оставлю в описании Зайдете Посмотрите Человек Возит реально качественный инструмент Сейчас я обладаю Двумя тарелками Это серия Night Это получается Я приобрел себе 16-ю чайну И вот такой 18-ый Crash Сплав B20 С одной стороны Они отполированы С другой стороны Они имеют Вот такой Темный вид Почему? Благодаря этому Когда не снимают На производстве Не полируют их Тарелки приобретают Более темные Звучания И звучат Они более Грубо Насыщенно Тарелки тонкие Что дает Быстрый отклик От них Они кованы Тарелки Ручной ковки Это немаловажно Соответственно Они продлевают Дольше срок Тарелок Из-за того Что ковка ручная Тарелками Я полностью доволен На данный момент Я никаких проблем С ними не имею И звучат Они на концерте Шикарно Так что Всем советую Это качественный бренд Ничем не уступает Зильджану Или Сагану Круто Сейчас я вам расскажу О своих педалях Это Мой первый Кардан Мой первый Даблбит Который я Юзаю по сей день Это Называется Тамар Айрон Кобра Серия Р900 Почему я выбрал Именно эту педаль Потому что В отсутствии Раньше информации Как таковой Не было По сути Возможности Там Интернетов Доставок Прочих Как сейчас Да там Выбрал Купил Приехала Раньше Такого не было За этим карданом Я специально Ездил в Киев На тот момент И как бы Покупал Его На Абун Ну я слышал Что там Якобы Крутая фирма И у нее Классное Качество Я выбрал Этот кардан Исходя Из просто Имени Компании По сути И все Из каких-то Характеристик Я тогда На тот момент Не понимал Знал что там Делает качественный инструмент И все Мне этого было достаточно И я приобрел Я не жалею Ни разу Что я купил Этот кардан Почему Я вам сейчас Расскажу Его характеристики Которые На данный момент Даже Не уступают Каким-то Фирменным педалям Почему Потому что У этого кардана Есть две Независимых Регулировки Первая Регулировка Это Отдельно Угол Колотушки Мы настраиваем И второй Регулировка Вторая Это отдельно Мы настраиваем Уровень Ну Градус Футборда На данный момент Даже У перла Каких-то Похожих Сериях Нет Такого Ну Таких Характеристик У них Обычно Что-то Регулируется Одно Или футбор Вместе с Колотушкой Или там Колотушка И все Здесь Здесь две Независимых Регулировки Это Очень Круто Это Позволяет Экспериментировать Находить Своё Ощущение Отклик Так За время Своей эксплуатации Я Перешёл На более Тяжёлые Пружины Изначально Они стоят Там Какие-то Средние На данный момент Я поставил Тяжёлые Потому что Я играю Быструю музыку И мне Нужно Чтобы Колотушка Быстро возвращалась Назад Из Плюсов Этой педали Ещё Стоит Вот такая Пружина Под Футбордом Которая Дополнительно Даёт Футборду Назад Отпрыгивать При быстрых Скоростях Это В принципе Такой Маленький Плюсик За все годы Этой эксплуатации Педали У меня Сломался Кардан Он Начал Люфтить Уже Из-за того Что я Только учился На ней играть И Его Осталось Просто Выкинуть С ним Ничего Уже Невозможно Было Сделать Я Приобрёл Себе Вот такой Кардан Это Писовский Кардан Он Самый Простой Я Не скажу Что он Дешёвый Но Свою Функцию Он Выполняет Сейчас Я Поменял И До сих Пор После Десяти Лет Эксплуатации Этой Педали Я До сих Пор Ей Доволен Это Шикарная Педаль Там Делает Качественный Инструмент Всем Рекомендую Также За всё Это Время Хочу Сказать Что Незамер Что я Только Учился Играть Кардан Нигде Не люфтит Именно Вот здесь У него Футборд Стоит Жёстко Здесь Шарниры Нигде Не раздолбались Это Круто На нём Стоит Двойной Цепной Привод Это Тоже Даёт Более Жёсткую Посадку Сцепления Футборда И Самого Вот этого Волчка Единственный Минус Этой Педали Это Футборд На нём Вот такая Что ли Гравировка Она Выпуклая Это Жутко Мешает Контролю Всей Ногой Соответственно У тебя Нога Немножко Цепляется За вот эти Шероховатости И это Жутко Это Минус Этой Педали Остальное Всё Качественно Теперь я Вам расскажу Какими Палками Я пользуюсь И На данный Момент Играю Пользовался Раньше Вот такой Серией Это Промарк Спешл 5А Они Сделаны Из Дуба Это Бюджетная Серия Я Ими Играл В принципе Полностью Доволен Дерево Качественное Минус Один В них У них Очень Плохой Баланс Ими Очень Тяжело Играть И Держать Контроль При Какой-то Быстрой Игре Соответственно Мне Это В дальнейшем Стало Причинять Дискомфорт И я Посмотрел В сторону Более Дорогой Линейки Сейчас Я Юзаю Викфирс Это Американ Классик 5БН С нейлоновыми Наконечниками У них Офигенный Баланс Я полностью Доволен Их Очень Легко Контролировать Как пальцевой Техникой Кистевой При Быстрой Игре При Римшот При Блазбит Они Классные Они Сделаны Из Американского Ореха Качество У них На высшем Уровне Викфирс Это по сути Как и Тама Топы Всего Мира Для музыкантов Я доволен Это Очень Хороший Палок Для Палок Я Юзаю Вот такой Чехол Рокбэх Это Самый Простой Чехол Он Выполняет У меня Роль Втыкнул И Высунул По сути Больше Ничего Что можно Еще Рассказать Про Чехол На концерты Я его Не тягаю С собой Я просто Беру Пару Комплект Палок С собой И Все Ну Смысл Себя Нагружать Какими Дополнительными Чехлами Я не вижу Смысла Лежит На репетиции И Выполняет Свою функцию Для Палок Еще Я вам Хочу Рассказать Про Свои Бонги Сделаны Они Мной Ну Кадло Это Аматевские Кадло Они Сделаны Из Карпатского Клена Ну Бывает Бук Еще Но Не суть Приобрел Я Их Чисто Кадло Сделал Сам Абадам Они Сделаны Из 12 Слойной Фанеры Пластики На них Я поставил Ремо Обычный Амбассадор Однослойный Раньше В музыке Я их Не использовал Но При записи Нового Альбома Я Обязательно Их Буду Писать И Вы Услышите Уже Новое Звучание На новом Альбоме С использованием Вот таких Барабанов Комплектация У них 6 дюймов И 8 дюймов Так Теперь Мы Поговорим Немного Об Электронике Которую Я Использую В основном Во время Репетиций Это Первое Это Мой Микшерный Пульт Что Мне Позволяет Этот Пульт Делать У него Есть 4 Независимых Канала Первый Канал Я Подаю Бочку Она Мне Идет В уши И Соответственно Я Подаю Всем Музыкантам Звук На Порталы Они Слышат Бочку В порталах Во второй Канал У меня Заходит Общий Звук Со Всех Музыкантов В Третий У меня Идет Метроном В уши И В Четвертый У меня Идет Подложка Которую Мы Используем В своей Игре Ну и Пятый Это Просто Отстройка Мастер Общий Для Всего Хорошая Вещь Можно Юзать Также Во время Репетиции И на Концерты Я Вот такой Приобрел Себе Усилитель Усилитель Звука Он Позволяет Мне Усиливать Тот Звук Который Мне Недостаточно Накручивает Звукорежиссер Во время Концертов Также Я Использую Для Своего Творчества Вот такие Наушники Это Фирма InAir Они В принципе Бюджетные Ну У них Есть Хорошая Особенность Наушники Заводятся За ухо И соответственно Не дает Им Выпадать Так как Барабанщик Интенсивный Да И Обычная Проблема У него Когда наушники Выпадают А здесь Все продумано Провод заводится За ухо И они Четко И жестко Сидят У меня В ухо Еще В своей игре Я использую Вот такое Приложение Это Define Drum Player Это Приложение Разработано Нашим Гитаристом Специально Для меня Что мне Это приложение Дает У нее Есть Два Независимых Канала Которые Можно Каждый Отдельно Отстраивать По Громкости Соответственно В левый Канал У меня Подается В левое Ухо Метроном В правое Подается У меня Плейбэк Соответственно Я могу Себе Настроить Баланс Чего Прибавить Или Чего Убавить Если у вас Нет возможности Например Таскать с собой Ноутбуки На концерты Или прочие Планшеты Это приложение Для телефона Это идеальный Выход Для барабанщика На этом У меня Все Всем Спасибо Кто Смотрел Ставьте Лайки Подписывайтесь На канал И До скорых Встреч Всем Дефакт Надеюсь Это все Смонтирован Это Педаль На этом Все Так Где Где А Блин Я Дебил Я Уже Устал Пятое Дыхание Я Думаю Что Она Блох Единственный Минус Этой Педали Чехол Никогда В жизни Не доставал In Air Почти Как Линей Гомно Не берите Никогда Уф Я Как будто Концерт Отыграл